добрый день снова разбор осень на дворе холодно и вообще как-то уныло немножко я настала карту немножко не ко времени то есть я распечатала в день рождения но тут были дела и не успела романа абрамовича но что эта фигура как бы такая одиозная и глобальная никто я думаю спорить не будет я знала о нем общие факты то есть я вообще в принципе смотрела когда по олигархам то есть с деятельностью некоторых там например дерипаска там или потанин я была знакома хуже я специально читал там википедию то есть они мне всегда были интересны как люди все равно оставшиеся на волне достаточно сложный период и этого нельзя отрицать практически все они с классическим образованием уже работавшие какое-то время и в советское там там вот это вот перестроечная то есть они те люди которые например там бегали по ларькам и все отжимали хотя ничего не могу сказать каждый выживает как может так вот из я стала разбирать абрамовича причем у меня не было данных но их нет в интернете по его вторую жене мне очень интересен был их брак и поэтому я поставила в связке с березовским как сам таким партнером который ему помог выйти на новый уровень я считаю что это была ключевая фигура и так по самому абрамович он родился 6 октября 66 года но помимо того что он очень интересный мужчина но что тут говорить еврейская грусть в глазах очень умный как бы у него конечно страшная биография и рассылали их и семьи там расфасовывали деда с бабкой и в общем он попал под замес со всех сторон и умерли его личные родители воспитывали сначала один дядя и другой так что он все это прекрасно знает и поэтому когда он встретился со своей второй женой сюардессой и она там тоже была какая-то полусирота то есть они совпали на этой волне кстати под сердечком у него стоит 20 энергия то есть он будет искать партнера ну и как я уже говорила это может быть как бы брак просчет с большой разницей в возрасте но и также для создания именно крепкой семьи детей и вот это у него всегда заметим было как бы приоритетом то есть у него в одной семье там пять детей в другой две двое то есть в общей сложности него семь детей причем совсем если вот мы заметим даже по фото это не постановится не очень хорошие отношения футбол какие-то игры так что я подозреваю что он очень такой как бы неплохой отец то есть отношения у него поддерживать со всеми ну про то что обеспечивает я тут конечно умолчу это понятно и вот младшие дети отдали жуками такие смешные с пушистыми головами и так по центру у него 13 энергия то есть этот человек всегда будет как бы как сказать хорошо приспособлен то есть во первых но эта энергия смерти я уже говорила отречение всего старого такой человек может работать в каких-то таких вещах типа скорой но там театр то есть это как бы цикл цикл возражения цикл возражения возрождение и вот то что он очень часто менял сферу деятельности причем он как бы в таких стрессовых ситуациях находил выход я причем пересмотрела почти всех наших олигархов тренажка далеко не у всех встречается то есть это вот прямо вот такая энергия которая которую он очень хорошо применил плюс он порождение шестерка то есть это человек как бы ну понятно это красота и искусство что он тоже там с дашей дружуковой развивал но это главная цель шестерки не цель а возможность это собирать пазлы из нужных людей то есть именно как это знаете пробиваться вот создавать какие-то такие сообщества в которых которые ему помогут вот те людей подтягивать нужные для себя создавать какие-то вещи в которых он будет двигаться если мы вспомним именно березовский ввел его в семью ельцина и это ему очень сильно помогло потом как бы сам березовский уже на волне с путиным попал в опалу а абрамович снова остался на на как бы на высоких позициях то есть он очень ловко лавирует и вот если смотреть про березовского то есть он в общем так как по источникам говорят что он на своем канале показывал гибель лодки курск в общем что и послужило послужило разногласиями а абрамович находит такие свои ходы то есть вот это его шестерка в плюсе плюс у него стоит десятка в талантах десятка в талантах все-таки это положиться на волю судьбы то есть как бы ловить момент по тренажке не прохлопать все свои шансы и по шестерке компоновать людей вот это он все проиграл в как бы в таком ключе плюс у него кармический хвост непроявленный талант от его рассматривал многие звезд но конечно певцом и актером он не стал я не знаю какие у него там таланты такие поэты причем у него и 1855 которые встречаются актеров режиссеров очень идет по кармическим хвостам из рода матери то есть он вполне бы мог состояться в какой-то такой отрасли но причем когда вот я уже говорила он пошел с дашей жуковой то есть там он менял полностью имидж там как бы это все пошло своеобразно то есть он уже стал представлять нам перед нами другим как бы человеком то есть более светским он стал мелькать и в светской хронике занялся искусством но про клубчился это понятно но я думаю это как бы дань его 22 энергиям которые у него стоят и на зоне денег и на зоне кармы и финансов то есть вот я уже отмечала что я 22 энергии часто вижу футболистов упали как бы таких юмористов то есть но это все говорила но он также может быть у бомжей то есть это вот такая как бы своеобразная вещь но вот покупка клуба челси причем у него же была давно мечта такая прикупить футбольный клуб но у него с каким-то клубом нашим советом там российским не срослось и он купил челси то есть поскольку у него 22 энергия стоит в зоне денег он ведь вывел его на лидирующие позиции и в принципе при том что у абрамович очень много всяких денежных проектов когда вот мы говорим абрамович что мы прежде всего вспоминаем клуб челси даже жукова хотя например мне более интересна вторая жена какие-то такие вещи которые сразу нас дергает про березовского даже как бы в меньшей степени то есть вот это то что он делал по жизни ну я как бы вкратце да понятно не личная консультация но у него очень много 22 энергии тренажки десятки шестерки причем я смотрю что он все вывел в плюс плюс у него как бы одиннадцатая энергия стоит в самом низу он я думаю тоже вывел в плюс во первых это большое количество детей причем с которыми у него хорошие отношения у него нет лишнего веса причем это как бы такой прям хороший показатель минусовой 11 энергии ну как одиннадцатая энергия сама могу как бы очень хорошо понять причем у него как бы сила и мощь это присутствует причем вот настолько мне нравятся его отношения и общая задача по жизни на двенадцатая стоит об этом я уже тоже рассказывал то есть этот человек должен быть каким-то меценатом помогать людям но не забывать о себе если мы вспомним абрамовича это он и делал да с чукоткой там как бы понятно что может быть показательный момент но то что он помогает как бы и там детям и вообще он является очень большим спонсором этого не отнять как бы видимо в памяти своем детстве да сейчас как бы начинается типа да они там все ворюги все но тоже можно воровать а можно при этом еще и помогать кому-то я считаю что лучше такой вариант чем просто воровать ну и вообще мне как бы деятельность абрамовича вызывает большое уважение что касается березовского раз уж я решила смотреть карту совместимости то есть во-первых березовский очень умный у него стоят пятерки у него стоит везде там единички девятки восьмерки то есть это начально как бы я когда посмотрела да у него была научная деятельность как и у многих кстати как у дерипаски того же то есть они все в общем-то были научными такими деятелями а по деньгам у него стоит 15 энергия у березовского и да он всегда был на волне тенивых вещей вот кстати в связке с абрамовичем у них как раз стоят 11 энергии причем они у них стоят везде почему я еще сделала вывод что самую свою отрицательную энергию абрамович смог вывести в плюс вот их карта совместимости с березовским она во первых как бы это его был и ближайший друг и потом ближайший враг ну как бы такой самый масштабный враг вот она вся замешана на 11 энергиях то есть это была такая сила мощь как бы непоколебимая какая-то у них стоят пятнашки то есть да они могли делать дела и у них стоит десятка то есть во первых десятка показывает это как бы работа не по контракту там от случая к случаю но это еще и как бы поймать волну везения то есть вот это вот все в их связке было очень так востребовано и потом когда я смотрела еще карту по годам у абрамовича то есть вот у него очень много пятнашек как раз она была в год знакомства с березовским то есть такие какие-то значимые года очень удачно у него помечены пятнашками то есть вот из этого можно вывести что эта энергия у него в плюсе а кстати у самого березовского у него хвост 15 5 8 тоже у нас много как попадалось как договорила то есть хвост может принести проблемы такие с алкоголем там с какой-то зависимость да и вообще просто говоря как мы у него восьмерка в самом-самом ханце и у него восьмерка часто считается то есть это законность это порядок а что мы помним там у него возникли проблемы с законом он пошел в как бы в такие какие-то гонения То есть вот восьмерка у него просто за минус сила, но это вот однозначно. Главная его задача пожизненная, ну вот если у Брамовича двенашка, то у Березовского 21 энергия, то есть ему надо было быть таким вот прям лидером, коучем для миллионов. Но насколько он это сделал, я не знаю, как бы тут сложно сказать. Я смотрела давно интервью с его женой, как они там жили в Лондоне, они как бы очень тоже своеобразные вещи, но в любом случае эти люди очень-очень интересны. Насчет Брамовича, да, помимо того, что он был очень интересным мужчиной, потому что нынешнее фото, ну конечно, он уже старый, но очень интересный, очень сильный, и сам сделал как бы себя, ну в большей части, да, благодаря своим связям и своему везению и умению принимать рискованные движения. Вот это то, что он вывел в плюс. Тринадцатая, шестая, десятая энергия. Ну плюс как бы двадцать вторые, двенашки, то есть он очень мощно подтянул свою карту. Конечно, я думаю, что он делал это как бы интуитивно, не там не занимался астрологией или нумерологией, но вот в целом вот такие вот у него результаты. И как человеку мне, в общем-то, очень нравится и внешне, и как бы по отношению к детям, ну да. На этом, наверное, видео закончу, потому что телефон у меня сильно висит. Вот, наверное, это все, что я хотела сказать по его карте, причем когда я смотрела, кстати, карту Дерипаски, вот, ну просто тут уже несколько слов, у него ключевые энергии, везде восемнашки. Для меня это было так удивительно, потому что восемнашка – это в основном уже как бы иллюзия, творчество, а тут такой сильный волевой человек. Но у него, конечно, день рождения 2 января, то есть, во-первых, двойка – это друзья, основа на друзьях, единица – это прям такой целиковый лидер. Но, в принципе, все равно для меня удивительно вот такое применение восемнашки. Поэтому я буду рыть еще дальше по картам, смотреть, как можно что прокачать и как бы выкладывать маленькие видусики. Продолжение следует...